Ну, Платон это только часть, очень небольшая часть проблемы, да, то есть, с одной стороны, там принцип заложен верный, что потребитель платит, да, с другой стороны, и масштабы же там не такие, которые не позволят нам решить дорожную ситуацию, это уж точно, потому что там весь сырбор, и сторонники, противники Платона там ломают копию, но там весь сырбор идет, ведет о, там, 10 миллиардов долларов, рублей, пардон, да, вот, что-то там, нескольких миллиардов рублей ежегодно, вот, но это такая, там, 2-3 характера. Хороших развязки, а нам нужно всю страну обустраивать, поэтому, конечно, Платон здесь сильно не поможет, вот, нам нужно и частное государственное партнерство, да, то есть, не надо бояться частных дорог, ребят, хорошо, наверное, не нужно дороги приватизировать, чтобы сейчас еще выяснилось, что, значит, по своей дороге, да, еще такого качества ты еще должен что-то платить, но пусть, но если новую дорогу мы не можем сами построить, давайте хотя бы дадим бизнесу возможность строить и, значит, взимать с нее плату, да, при соблюдении, там, определенных условий, вот, вот, нужны, конечно, государственные инвестиции и кредитование, то, что, например, Столыпинский клуб говорит, да, вот об изменении, значит, политики в стране в плане, значит, доступности кредитования и запуска инфраструктурных проектов, вот, я, в принципе, политику скорее поддерживаю, да, потому что она и с точки зрения поддержки реального сектора и с точки зрения инфраструктурных, долго, проектов с низкой степенью окупаемости, которые, безусловно, к которым дороги относятся, да, без этого нам, естественно, ситуацию не поправить.